В Казани прошел очередной этап Всероссийского фестиваля «Вместе радио», на который собрались представители всех радиостанций Приволжского федерального округа. Национальная телерадиокомпания была в числе участников фестиваля. Подробнее в нашем сюжете. Как изменилась радиоиндустрия за последние годы в России? Какими должны быть новости, нужен ли креатив и какой должна быть реклама на радио? Именно об этом идет речь на Всероссийском радиофестивале «Вместе радио», который проходит в Казани. Команда национальной телерадиокомпании, ведущие новостей «Таван радио» и «Национального радио» приехали сюда обменяться опытом и поучиться у мэтров российского радиовещания. Организатор фестиваля «Фонд независимого радиовещания» более 15 лет занимается обучением радиожурналистов со всей России. Фестиваль «Вместе радио» существует с 2002 года и объединяет более 200 региональных радиостанций. Наверное, самое главное сейчас, что вышло на поверхность, это возможность такого живого общения и именно обсуждения итогов работы года. Понимание того, что ты каждый год можешь встретиться, обсудить со своими друзьями, уже ставшими за время проведения фестиваля, но в то же время и профессионалами, и коллегами, которые могут дать действительно серьезные критические замечания. Те, кто к нам приходил еще 13 лет назад и слушал наши семинары, тренинги, теперь подавал работу на конкурс, теперь уже сами преподают, и это то, что греет душу. И, в общем, является двигателем проекта. В последние годы на фестивале стали учить не только журналистики. Вячеслав Черепахин, президент медиагруппы «Премия», поделился своим опытом в продажах рекламы в кризис. Как нужна была хорошая реклама, так она и до сих пор нужна. Самые большие проблемы, наверное, связаны с тем, что уменьшаются бюджеты. И поэтому мы становимся, рекламщики становятся перед таким странным вызовом, когда при уменьшившихся бюджетах рекламу нужно сделать еще более эффективную. И вообще меня это заводит. Всегда очень странно ловить себя на мысли, что я сам думаю, как же это сделать еще подешевле. Ответ простой. Да ничего не поменялось. Просто денег стало меньше. Чтобы быть успешным журналистом и хорошим продавцом, необходимо развивать в себе креативное мышление. За три часа мастер-класса Дмитрия Карпова участники фестиваля научились создавать рекламные тексты и по-новому взглянули на привычные вещи. Как изменилась журналистика за последние годы и о чем говорят в новостях сейчас, рассказал первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», директор службы информации Владимир Варфоломеев. Если говорить о журналистике в целом, с одной стороны, она стала более продвинутой. Благодаря технологиям, появившимся интернет, цифровая запись, возможности монтажа, возможности оперативной передачи репортажев, звуковых фрагментов, черти откуда в свою редакцию, выход в прямой эфир, введение прямых эфиров, непонятно из каких мест, в любой момент, это сильно изменило журналистику. Возможности наши стали шире, к сожалению, в остальном, что касается подбора тем, выбора ньюсмейкеров, особых взглядов или точек, с которых журналист смотрит на события, это скорее ухудшилось в силу общего положения дел в стране. Оксана Очкасова, Александр Петров, Республика.